Русское космическое общество Русское космическое общество Русское космическое общество Всего исторического пути развития человечества. Очень серьезные предпосылки, которые были заложены с первым годом правления президента России Владимир Владимирович Путин, который, придя к власти, уже в 2000 году в Брюнее произносит сакральные вещи, которые мало кто на тот момент вообще понял, что было сказано. Он тогда сказал о том, что нашему соотечественнику Владимиру Вернадскому принадлежит, подарил миру учение о насфере, в котором соединяются интересы стран и народов, природы, общества, научное знание и государственная политика. Именно на этом фундаменте фактически будет выстраиваться устойчивое развитие. Никто тогда не понял, о чем идет речь, а сейчас на подписании у президента лежит указ, который подготовлен Кучартовским институтом о стратегии развития природоподобных конвергентных технологий, который вызвал резкую критику, с одной стороны, о консервативно настроенной общественности, которая, не разобравшись, подумала, что здесь речь снова о трансгуманизме, о каких-то попытках внедрения в человеческую природу. Нет, еще раз нет, потому что, да, есть понятие природоподобия, но есть понятие природосообразия. Так вот, если мы будем сильны, если мы будем эффективно использовать этот инструмент, мы наполним его своим содержанием и смыслом. Ножом можно зарезать, а можно нарезать себе хлеба. Точно так же и здесь. Либо мы будем бежать от тех самых новшеств, инноваций, которые нам диктует время, либо мы этого не будем делать. Вот в 43-м году Вернадский не бежал от этого, когда в 43-м году в разгар Великой Отечественной войны говорил о том, что мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом мысли человечества. Да, 43-й год, который происходит лишь в тысячелетии. Не кризис, да, а величайший перелом мысли. И Россия победит в этой войне, говорил он, потому что она вышла на путь на асферы. Это немножко такой вот мировоззренческой теории, потому что русское космическое общество действительно, как мы смеемся немножко, но не шутим, это большевики в структуре ФНС, которые действительно максималисты в той части, которая касается того, что глобализм в той дегенеративной форме, которую вот эти Ясина, Женя и прочее транслируют, как либеральность, которая оторвана вообще от естества, от природы. Это абсолютно убогая модель, которая обязательно должна была появиться на пути развития человечества только лишь для того, так же, как они. Я, кстати, когда вот спрашиваю, то что делают эти люди на таких должностях? Я говорю, да я рукоплещу политическому руководству тем, что они выпускают их на эти должности для того, чтобы каждый мог, вот эти 75% нашего населения, нашего народа мог увидеть это и соотнести с этим свое будущее. Поэтому обязательно каждому нужно дать возможность проявить себя, чтобы в этом ноосферном будущем не было иллюзий. Так вот, я очень рад здесь был видеть Захиржана Анваровича, который является последователем Спартака Петровича Никанорова, который в свою очередь является последователем и другом Побиска Георгиевича Кузнецова, на плечах которого стоит наша научная школа и все русское космическое общество, которое свои научные философские основания черпает в школе русского космизма, а он, в свою очередь, реально доведен до максимальной степени конструктивизма именно ими. У нас здесь сидит сейчас человек, который продолжает это направление, и кибернетика третьего уровня, когда мы говорим о том, что в России сегодня в руках самая передовая научная теория и практика, самая передовая, я готов за это ответить, особенно когда за моими спинами стоят Лепский, Захиржан Анварович, Кучкаров, Побис Георгиевич Кузнецов, в лице Екатерина Федоровича Шармаева, да и нас, мы тоже кое-что знаем, понимаем в этом. Это действительно так, и у нас все для этого есть. Я вам обрадую вас, что сейчас очень активно интересуются всеми наработками нашей научной школы, наше политическое руководство в лице отдельных органов и организаций. Сегодня идет глобальная трансформация, лишь только отблески, просветы, которые мы видим на внешнем контуре, идет могучая трансформация внутренних процессов, и та Великая Отечественная война, которая давно идет, которая не закончилась в 1945 году, а которая продолжается сегодня на полях Донбасса, а дальше везде, она битва за что? За способ организации жизни на нашей земле. За способ организации жизни на нашей земле. Отечество это про это. Родина это земля, политая потом и кровью, а вот как жить на этой земле, это про Отечество. И позавчера буквально сидел такой живой небольшой струю там с одним специалистом высоким из одной службы. Мы обсуждали вопросы присоединенных территорий и тех, которые нам еще предстоит присоединить и вернуть в лоно нашей цивилизации. Так вот, он поделился откровением по поводу того, что когда была спецоперация начата, специальная военно-политическая операция, как мы ее называем, как только были захвачены первые, так называемые, освобожденные территории, те, кто это сделал, пришли в ужас от взаимодействия с местным населением и от настроений, мировоззрения, которое его прошило, включая молодежь, конечно, во многом в первую очередь. Это страшная трагедия. Я не буду утверждать о том, что то, что за этим последовало, потому что мы объективно не были готовы по многим факторам двигаться в том режиме, который был взят в том темпе, но тем не менее, во многом решение, я убежден в этом, о такой длительной перезапуске, перезагрузке всей операции, где в основу теперь уже положена консолидация, сплочение общества, перезапуск всех институтов общественных отношений, гражданского общества, где, собственно, сама идея сплочения народа через кровь, через огонь и через лишения, которые нас еще впереди ожидают, потому что эта война не закончится быстро, позволит нам стать достаточно монолитными для того, чтобы решить задачу и вместить в себя вот то, что на протяжении не восьми, много больше лет, там на Украине нашей, кстати говоря, и также и в Средней Азии, также и в Казахстане активно перемалывалось и ломалось ментально и психологически. Таким вот образом. Поэтому я вот от этой общей теории хочу закончить свое выступление, поскольку времени очень мало, на том, что русско-космическое общество формирует именно среду. Вот здесь абсолютно правильно было сказано о том, что да, сетения мы называем это, или сцентричные структуры, функционально-целевые, сетевые структуры. Это все очень важно и хорошо. Но самым важным и главным аспектом успеха любой организации является, любого организма, любой социально-экономической или биосоциальной системы, является, конечно, среда, параметры средонахождения, в которой элементы системы взаимодействуют друг с другом без потерь мощности, энергии на это самое взаимодействие, пребывание в этой среде. Вот мы, максимально сконцентрировавшись именно на формировании внутренней среды, достигли за счет этого очень высоких результатов, показателей в предметной деятельности, которую мы осуществляем по разным направлениям, начиная от науки, исследований всевозможных, заканчивая самыми прикладными вещами в области образования, культуры и экологии. И сейчас я просто хочу нести такую хорошую струю, порадовать и пригласить, может быть, даже Федеральный народный совет к премьере, может быть, мы сделаем такую премьеру нашего нового фильма, который снят. Вы знаете, что сейчас год науки у нас в стране заканчивается, и в этом году, сейчас, одну секундочку, пока не включайте, в этом году мы подарили стране, миру, в рамках нашей всенародной инициативы воспитательной киноуроки в школах России и мира, фильм, который вышел под девизом «Ученые России, школам России». Мы сняли его в Курчатском институте в Гатчине, Санкт-Петербурге. Это уже 43-й был фильм проекта. И этот фильм про целеустремленность, этот фильм актуализирует детское научно-техническое творчество и стремление ребят идти в фундаментальную науку, потому что именно там, конечно, рождаются будущие, и именно там рождаются ответы на вопросы о принципах организации общественных отношений в будущем. То есть сама идея преодолеть противоречия, которые существуют между социально-экономическими формациями, между убеждениями и идеологиями, сегодня нам поможет научное знание. Это объективная реальность. Но научное знание об организации систем управления, о целеполагании, об организации систем управления, жизненевообеспечения. То есть фактически идея Вернацкого, с которых я начал, сегодня доведенная до самой конкретной степени конструктивизма. Я, кстати, принес Захержану Ивановичу, хотел подарить пятый том «Науке развития жизни». Это как раз работа Побиско-Кузнецова, которую мы издали сейчас. Мы передадим. Да, да, да. Мы его уже пригласили, он к нам придет. Вот здесь, кстати говоря, тоже могу рекомендовать Федеральному народному совету. Вот немножко сначала Андрей Аркадьевич Головин. А это наш друг, соратник и руководитель ныне на базе ГУ. Создан у нас Центр проектирования устойчивого развития гражданского общества. Научная такая площадка очень мощная создана. И приглашаю тоже к работе. Мы создали клуб «Подиск» для обсуждения именно научных оснований проектирования будущего в системах жизнеобеспечения, экономики и так далее. Это вот такая наша работа. Ну и в конце буквально вдохновляющие кадры этого фильма. Я на этом закончу. Фильм сейчас... Да, еще очень важный момент. Порадую всех. Такая информация, пока еще не появившаяся в открытом доступе. Но проект «Киноуроки в школах России» сейчас становится обязательным по версии Министерства просвещения Российской Федерации. Не только рекомендуемый, но теперь и обязательный. И теперь мы на научных основаниях, на методически научно выверенных основаниях будем формировать систему ценностей и духовных нравственных качеств у наших детей в рамках уже существующей программы Министерства просвещения. С этим я нас всех поздравляю, потому что это такое действительно достижение. Все. Ну и Алексей, напоследок я просто хочу вот этот вот небольшой кадр... Ну, кстати, действительно, про «Киноуроки в школе», может быть, не все слышали, действительно... А вот смотрите, то, что сейчас вы... Буквально сейчас... Команды! Я про диктуру, да, главное, что вы сейчас увидите. Этот фильм, он про ребят, про гениев, значит, которые... Школьные ботаны, да, которые побеждают... Вот сейчас вы видите элемент в конкурсе, и это международная олимпиада молодежи, а не школьники, а это молодежь, которая приезжает со всей страны, ну, со всего земного шара, и китайцы, и американцы, и индусы, там, французы. И вот эта олимпиада... Здесь не будет слов, здесь будет саундтрек. Этот саундтрек написан к вопросу о том, какова русская цивилизация киевской группой. Они сейчас находятся в Киеве. Мы, кстати говоря, не знаем, что с ними сейчас. Меолофон и меня, замечательные ребята. И вот слова этой песни, которые вы сейчас услышите, которые иллюстрируют вот этот вот... Этот отрезок фильма, написаны этими замечательными нашими соотечественниками, но ныне живущими в Киеве. И буквально тут две минутки будет этот эпизод, и вследом за ним будут главные слова фильма, на которых закончится, простите, немножко затянувшееся мое выступление. Алексей. В корнилах науки Симфонии смыслов Рождают величие Смелых идей Сумеем ли правильно распорядиться Сумеем ли правильно распорядиться Могуществом разума Симфонии смыслов Сумеем ли правильно распорядиться Смолковым Симфонии смыслом мы обитатели третьей планеты несёмся на скорости прямо туда где станут реальностью наши вчерашние грёзы а на пути не счесть преград но ни за что нельзя свернуть звезды стопа юга варя значит скорей товарищ горнилах науки симфонии смыслов рождают величие смелых идей рождают мечтатели дерзких чудных страстных мечтатели эти всем белом свете упрямо копаются в сути вещей находят ответ и спешат разгадать тайну а на пути преград не исчез но ни за что нельзя свернуть столько вопросов в мире без значит скорей товарищ и и и и и и